Теос оф Берсерия 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 чего случилось не вижу ничего необычного давай проскользнем через город и вернемся на титанию пока ситуация не ухудшилась простите ребят я хотел ну ладно я хотел плюшку забрать значит это ваше тайное убежище как только я окажусь на свободе у вас не будет ни шанса так что лучше вам спать в полглаза видишь как я переживаю с возвращением это команда она не старше дианы неужели аббатство действительно превратила стереона такую кроху мэдиса прошу ты могла бы с ней поговорить это какой-то трюк пусть команда и терен но в душе она все еще обычная маленькая девочка которая скучает по маме как бы я не пыталась я не могу ее утешить но если бы это сделала ты ты в порядке можешь звать меня мэдиса я пугаю тебя милая немного но не так как вельветы даю но а я по-твоему страшная мне приснил мне приснился кошмар моя мама сказала что я страшно и что я ей больше не нужна ни за что твоя мать никогда бы так не подумал о своей дочери но откуда ты знаешь потому что я я тоже мать матеря всегда любят своих детей чтобы не случилось даже если мы умираем даже если мир меняется во всем мире никто не любит тебя сильнее чем все хорошо не надо плакать кто кого утешает кто кого утешать пошел ложечки надеюсь команды и мэдиса больше не буду чувствовать себя одинокими ага бороться со слезами быстро надоедает послушай если это не слишком личный вопрос а твоя мама она умерла я потерял ее когда мне было даже меньше чем тебе сейчас ой мне так жаль все хорошо это просто означает что у нас с тобой есть что-то общее не нужно грустить и чувствовать себя одиноким понимаешь о я в порядке клянусь я не чувствую себя одиноким что на тебя нашло ты иногда такой странный ничего подобного эленор я хочу чтобы ты присматривала за командой и мэдисой да конечно почту за честь спасибо экзорцисты вроде обычно не особо дружелюбны к бедственным владыкам или как там их а почему нет к тому же не пристала повелителям демонов заниматься такой ерундой билет тебя зовут зовет гримуарх она просила захватить с собой лафи и встретиться в дозорной башне поняла тогда нам поройте так похоже гримуарх подозрительная мадмуазель раскопала для нас какую-то новую информацию касательно тарионов и вообще той древней книги которую лафик то у нас расшифровывает так дозорная башня вспомнить бы где она находится вот в чем дело так северная стражевая башня и попытаемся попытаемся ее найти хотя не факт что у меня получится ну ладно попробуем хотя она на первом этаже поэтому выбора у нас нет по сути куда идти и у вас есть мама а почему ты спрашиваешь после того как я узнал что вельветка команда и леонор потеряли родителей мне стало любопытно моя мать была грозной и строгой женщиной но она умерла давным-давно понятно у меня тоже нет родителей но злобная ведьма которая меня приютила говорила что я родилась из персика бывшего парики смотря на тебя я почти могу в это поверить а что насчет тебя айзен мы малахима рождаемся из чистой магии порой в малахимов превращаются люди но они при этом ничего не помнят о своей прошлой жизни это означает что у нас не бывает крону в родства как у людей понятно к тому времени как я обрел сознание меня уже привязали к экзорцисту и дали имя номер два думаю что раз у меня не было матери то не было и воспоминаний до того самого момента я сказал мэдисо что терять мать мать очень больно но сам при этом не знаю насколько айзен полегче он же ребенок я просто говорю все как есть послушай меня лафи можно устанавливать прочные связи с другими даже если вы не из одной семьи малахима тоже могут завязывать отношения с теми кто им дорог заводить настоящих друзей даже создавать семьи верно твои слова не остановили бы мэдисо если бы твое сердце не осознавала их право то ты правда так думаешь я в этом точно уверен это намного лучше чем быть ведьмой рожденной из персика чушь это самая этот самый благородный способ рождения еще мы лучшие друзья собака и обезьяна и фазаном и бьенфу надеюсь он прав ну да 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 точно крона в родство нет ну у айзена там есть как бы это сестренка которую зовут чего я забыл как же ее маленькая с зонтиком вот так стоп нам нужна какая нам нужна северная 1 господи вот-вот-вот как ее зовут как я мог забыть едной я имя едной я не понимаю но айзен как бы считает едну своей сестренкой и една считает айзена своим братом в общем там все супер несмотря на то что они малахимы и они по сути не кровные родственники и вообще не родственники но они просто очень сильно друг другу привязались так северная сторожевая башня нам прямо надеюсь у гримуарх там чего-то очень полезное ты говорил что у малахимов тоже могут быть семейные узы но как именно ты связался со своей сестрой если вы не крупные родственники что ж я родился в узле земного пульса на вершине священной горы много-много лет назад я оставался там довольно долго и однажды в том же узле земного пульса на свет появилась она мы и опомнится не успели как начали жить под одной крышей а два малахима всегда считаются семьей если они родились в одном и том же узле земного пульса нет в этом месте появлялись на свет и другие малахимы но я не считаю их семьей просто было в ней что-то даже не знаю что именно что отличало ее от других если она грустила я тоже чувствовал грусть когда я радовался то и ей становилось радостно она может быть не сносной но ее улыбка это что-то особенное я дал тебе клятву всегда защищать ее что бы ни случилось я сделал кулон из камня с той священной горы подарил ей как счастливый талисман конечно она его носит просто это жерелье а твой кулон это подарок от нее у нее появилась та же идея что и у меня она сделала это сама и подарила мне как счастливый талисман мы никогда об этом не разговаривали но вышло так что мы подарили друг другу кулоны одинаковые формы в один и тот же день а вот тогда я и понял что чувство которое было у меня с самого начала истинное что мы с ней брат и сестра на этой картинке она да она нарисовала этот автопортрет в тот день когда я покинул дом а ты нарисовал для нее свой портрет нет художник из меня не очень ну я уверена что если я заглянуть в ее кулон то там окажется портрет того кто для нее дороже всего на свете надеюсь ага хорошо если это ты блин ведьмочка договориться так ну что вот она башня надеюсь 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 на чё гримуарх наверху забыла ну портретик эдны такой милый прям прям да прям то что нужно да давненько я что-то не видел уже прям соскучиться успел о сидит гордо сидит а вот вы где здравствуйте учитель как успехи с расшифровкой книги успехи истинно есть открылась что есть там вторая песнь я уже все записала дитя ты не мог бы прочитать нам ее вслух хорошо эмм когда восемь видов зла все все переполнят отчаяние человечество достигнет предела безымянный положит конец всем народам и вернет их к началу времен ну хенит 4 эмпирица взмахнут мечом ярости и разрубят великого пожирателя надвое чтобы тот спал под землей и алая луна будет злобно светить неназываемый эмпириец обладает одним сердцем неназываемый эмпириец обладает одним телом ого еще более восхитительные пассажи чтобы не спать по ночам если я все правильно понимаю здесь описывается особенности существования безымянного полагаю так когда восемь видов зла переполнят все отчаяние человечество достигнет предела безымянный положит конец всем народам итак когда мир достигнет пика зла безымянные используют эту силу чтобы положить всему конец верно он сожж он сотрет лица земли все человечество неужели аббатство к этому стремится это и есть причина по которой они пытаются воскресить безымянного нет арториус не такой человек у него два основных идеала множество людей важнее одного си восстановление порядка при помощи воли и разума он принес слаффи в жертву чтобы защитить этот мир а не уничтожить его хочешь сказать ты его знаешь именно таким люди меняются вилет возможно пастырь потерял всякую надежду может быть он перестал верить в человечество глупцов склонных грешить и бесконечно порождающих зло он не такой если это правда то какой смысл был в смерти лафи в этой книге что-нибудь еще осталось и да и нет все экземпляр книги не полон должны быть еще страницы но их нет покуда все что можно было я сделала где-то же должен быть оригинал верно я сомневаюсь что аббатство стало бы готовить возрождение безымянного без него мы можем быть уверены что они отлично все понимают но в усадьбе была только эта книга если где-то есть оригинал то кто знает где именно уже довольно поздно может на сегодня хватит ага давайте немного отдохнем ну где оригинал фу арториуса в аббатстве у терезы у оскара то где угодно он может быть а в общем он по-любому будет у этих самых у кого-то из аббатства кто принимает непосредственно непосредственно прям участие в попытках воскрешения эй лафи сегодня ночью мэдисон позволила мне спать в ее постели она хоть и женщина змея но теплая это здорово она собирается помочь мне принять ванну пошли с нами тоже что я не все в порядке я совсем не против эмм я эй комана а ты знаешь что дайл начал отращивать тебе новый хвост ух ты правда он поднялся на дозорную башню пойдем посмотрим ты тоже мэдисо хорошо только не беги а то упадешь спасибо элеонор отмазала проблемы с девчонками мой юный мой юный малахим я просто рад что комана и мэдисо чувствуют себя получше да им предстоит еще долгий путь но такое облегчение видеть как они улыбаются нам нужно беспокоиться о более серьезных вещах отыщи следующий узел темного пульса побыстрее да хорошо обязательно всегда быть такой резкой вельвет приходится мы противостоим аббатству и рано или поздно они найдут это место верно но все таки нам нужно найти где нибудь новое убежище нет продолжим наступать захватим оставшихся тереонов пока аббатство не нашло нас как мечник я уважаю твой подход я все равно не уверена что мы смогли бы удержать это место да нам это не и не обязательно я нашел еще один узел земного пульса он восточной части из ганта кажется ну это же ладно прокладываем курс на из гант тогда первая стоянка стоянка будет там фу так ребят на этом мы эту серию заканчиваем до сли до встречи в следующей всем спасибо за просмотр пока и и Продолжение следует...